Меня дико бесит ситуация, что люди во многих вещах ведут себя совсем по-другому в интернете и в реальной жизни. Друзья, очень советую досмотреть это видео до конца, узнаете много чего интересного и надеюсь этот контент вам зайдет. Больше года я на YouTube и за это время научился отделять необоснованные агрессивные комментарии и отзывы тех людей, которые пытаются преподнести свои вторичные половые признаки намного больше, чем они есть в реальной жизни, а тех людей, которые пишут по сути, критикуют и собственно предлагают. Именно такие люди и подталкивают делать лучше, делать немножко по-другому, что-то менять и так далее. Извините за видео в стиле Алексея Шевцова, но некоторые люди просто подтолкнули меня сделать этот ролик и в частности вот этот вот комментарий. А теперь по порядку. Уважаемый игромания, то, что твой ник начинается с маленькой буквы, это еще полбеды. Куда большая проблема, я считаю, окончание первого слова. То, что ты не особо образованный и не особо усведомленный во многих вещах подросток, я уже понял. Никаких орфографических знаний, ведь перед буквой А нужно ставить запятые. Никаких лексических связей в предложении, ведь слова дебильный и тупой это, грубо говоря, синонимы, но не об этом сейчас. Ну давайте же перейдем к сути видео. Почему я не покупаю и вам не рекомендую зацикливаться на китайских смартфонах третьего эшелона стоимостью до 200-250 долларов. Первое, что больше всего меня бесит в большинстве китайских смартфонов третьего эшелона, это камера. Да-да, лишь единицы китайфонов до 200 долларов снимают хорошо, все остальные на троечку. Причем в случае с видеосъемкой на троечку с минусом. И не важно, какой модуль установлен, от Sony, от Samsung, это все лишь маркетинговый ход, чтобы расписать это все на официальном сайте, установить половину баннеров с восхвалениями камер и их возможностями. Но по факту вы получаете шиш, а не камеру. При условии малейшего отклонения освещения от дневного, снимки жутко мыльные, смазанные и с херовой цветопередачей. Это факт. А режим боке, я уж не раз упоминал о том, как он работает на китайфонах. Никак. Нахера им две камеры, они не нужны. Вот взял я Samsung S9 в руки, так там даже на фронтальной камере программное размытие фона, блять, в миллион раз круче, чем у китайфона за 300 баксов с основной двойной камеры. Китайцы не хотят делать как надо, они пытаются замылить глаза и о том самом боке также часто вспоминают. Хотя фон размывается лишь по кругу, идеальному программному кругу, а не высчитывая расстояние до заднего фона и к вам. Это, блять, глобальное китайское наебалово, друзья мои. Второй момент. Прошивка. Лагающая шторка на большей половине китайцев расценивается мной как плевок в душу своим клиентам. Люди, покупая смартфон, неважно, китайский или не китайский, за 200 баксов не хотят видеть лагающую шторку и подтормаживание при переключении между программами. И именно в китайфонах приложения крашатся, из них тупо выкидывает и выдает ошибку. Причем чаще всего это встречается в таких приложениях, как Play Market и тому подобных. Третье. Сенсор и дисплей. Да-да, знаю, глупо говорить о хорошей матрице и чувствительном сенсоре у бюджетных моделей за 50-60 долларов. Они просто жутко деревянные в управлении и я их сколько уже держал в руках? Кучу просто. Но ведь есть деревяшки и подороже, которые стоят больше 100 баксов. Ребят, вот честно, берешь в руки Xiaomi за 100-120 долларов и ты понимаешь, что он бюджетный лишь по легкому пластиковому корпусу и то не всегда. Но когда ты начинаешь пользоваться китайцем, это просто бесит. Дико бесит тот факт, что твой смартфон медленный, лагает интерфейс, тугой сенсор, камеры в принципе нет и так далее. Четвертый пункт. Срок работы. Да, вот тут-то и кроется вся суть китайцев. Я лично видел десятки примеров, сотни, когда люди, покупая китайфон, уже через пару месяцев вздавали его в ремонт, потому что он выключился и не включается. В подробности, конечно, вдаваться не буду. Зачем вам голову засорять? Но реальные сроки работы китайцев третьего эшелона на порядок ниже остальных смартфонов. Поэтому, если вы покупаете на ЛХ или Авито, бэушный Самсунг или Айфон, то, скорее всего, вам придется перепаковать аккумулятор и он будет работать как новый. Но в случае с китайфонами, можете купить кота в мешке, который может и месяца у вас не проработать. Ребят, это я еще не поминал о том, какие материалы корпуса используются, какое качество сборки, какое звучание всех внешних динамиков, любого китайского смартфона практически до 300 долларов даже. Оно не какущее. На самом деле, друзья, возможно, я слегка гиперболизирую ситуацию. Но если уж вы намерились писать мне или любому другому блогеру в комментах что-то по типу, да ты нихера не шаришь, на самом деле все намного лучше, а ты просто его обливаешь говном, то знайте, что все далеко не так. Если человек действительно, к примеру, я, сотни телефонов китайских в руках уже перещупал, перепробовал, то идите вы в жопу со своими комментариями. Если вам не с чем сравнить, если вы не живете бок о бок с сотнями смартфонов уже несколько лет, то как вы со своей колокольни можете дать объективную оценку смартфону, которым лично пользуетесь, и, конечно же, каждый хвалит свое болото. Но здесь никакой объективности, по сути, нет в большинстве случаев. Друзья, я надеюсь, данная тематика вам понравилась и конкретно данное видео вам зашло. Подобных тем у меня на самом деле завались, так что если вам они нравятся, просто дайте об этом знать кучей лайков, и я сделаю соответствующие выводы и немножко изменю контент. Но на этом все, друзья, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok